Девушки отдыхают В Ливане возрождается культура старинной баль-наутерапии Человек-паук забрался по фасаду на высотное здание в Маниле Дипломатический корпус, бизнесмены и предприниматели, гости праздника по случаю Национального дня Индии Торжество прошло в столичном отеле Ридс Карлтон Главным моментом стало выступление посла Индии в России Венкатэшевармы Фестиваль Индии в России направил послания дружбе посредством музыки и танца От Калининграда до Владивостока, от Харкангельска до Грозного Я также рад сообщить, что в прошлом году мы назначили почетный генеральный консул Индии в Астракане и Екатеринбурге Многие гости отметили, что отношения Индии и России, насчитывающие уже 70 лет, давно перешли границу только дружеских Нашим странам за все время сотрудничества удалось реализовать множество совместных политических, экономических, торговых и общественных проектов Государства, например, уделяют особое внимание изучению хиндии и русского языка Индийские и российские отношения – это не дружба, это уже традиция, это больше, чем дружба Для столько лет вы посмотрите, как любили тут индийский фильм Еще наши предки вовремя Рачкапур, Митун Чакарварти, Дзита Гита Вот эти фильмы были очень известны И российский народ пропитан индийских фильмов, индийской культуры И так Индия очень водительно относится, индийский народ очень водительно относится к нашим президентам В плане искусства это огромный пласт, огромный пласт впечатлений, огромная культура Огромное наследие индийского, могольского искусства, влияние, колониальное влияние, зодчество Это огромный пласт для того, чтобы учиться Сотрудничество между Индией и Россией проходит в разных сферах деятельности Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей считает работу с Индией одним из приоритетных направлений Для бизнеса, для деловых кругов, конечно, Индия сейчас является очень перспективным партнером И не только для государственных компаний, но и для среднего бизнеса, и даже для малого бизнеса Мы видим большие перспективы в привлечении инвесторов в Российскую Федерацию, в судостроении Дата провозглашения Индии республикой была выбрана в 1950 году и связана с тем, что 26 января 1930 года партия «Индийский национальный конгресс» официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи Праздник индусы отмечают ярко и с размахом, устраивают костюмированные представления и проводят фестивали танцев и музыки Илья Залевский, Сергей Новиков и Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии Объединенная команда археологов из Арабских Эмиратов и Китая провела раскопки в старинном портовом городе Рас-Аль-Хайма На культурном слое возрастом более 800 лет исследователи обнаружили многочисленные предметы, включая фарфоровую посуду и металлическую утвердую эпохи Примечательно, что многие предметы бихода были произведены в Китае Это наглядно свидетельствует о существовании древнего шелкового пути, связывавшего морскими торговыми дорогами Поднебесную и Ближний Восток Археологи из КНР уже не в первый раз приезжают в Объединенные Арабские Эмираты В 2016 году они посетили Рас-Аль-Хайма, чтобы наметить границы полигона предстоящих раскопок Тогда же они сделали снимки 20 тысяч фарфоровых предметов китайского производства, которые хранятся в местном Национальном музее археологии В ливанском городе Сайда в античные времена Сидон искусство восточной бани поднято на недоступную для других баниологических центров высоту Одной из лучших городских бань является Хамам-Аль-Варт, то есть в переводе с арабского цветочная баня Это баниологический комплекс существует с 16 века и хорошо известен не только местным жителям, но и многочисленным туристам В настоящее время бани пока закрыты, в здании проводятся работы по реставрации и обустройству согласно современным стандартам Большинство подобных заведений закрылись в Ливане в период гражданской войны, то есть между 1975 и 1990 годами Многие из них находились в Беруте Старинные здания, которые они занимали, превращены в музеи А вот в Сайде на юге Ливана баням удалось сохраниться Здесь же функционирует знаменитый Хамам-Аль-Шейх После открытия Хамам-Аль-Варт имеет все шансы привлечь большой поток клиентов В Маниле, столица государства Филиппина, французский спортсмен-экстремал Ален Робер Скарабкался по фасаду без страховки на 47-этажную башню Затем он спустился с крыши, проделав тот же путь Местные пользователи соцсетей выложили на свои аккаунты многочисленные видеоролики этого беспримерного восхождения В марте 2011 года Человек-паук уже взобрался на самое высокое здание в мире Бурж-Халифа, находящееся в Дубае Его высота составляет более 800 метров Правда, тогда местные власти заставили Робера использовать страховочный трос Впрочем, иначе восхождение было бы просто невозможно Так как здание имеет углы с отрицательным наклоном Ален Робер занимается билдерингом, то есть городским альпинизмом с 12 лет Правда, начинал он вдали от домов в диких скалистых ущельях французской горной провинции Постепенно хобби переросло в призвание В 1982 году, вследствие ошибки, совершенной при подъеме на здании в Таиланде Он заработал отек мозга и тяжелую травму конечностей Тем не менее, спортсмен вернулся к занятию, ставшему смыслом всей его жизни На сегодня у 56-летнего одержимого высотой человека За плечами более 150 взятых им строений, включая Эйфелеву башню в Париже При этом Человек-паук счастлив в браке и является отцом трех детей Уже пошедших по стопам отца-высотника Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...